Добрый вечер. Очередной разбор. Партия между топ-2 Шин Джин Со и топ-1 Парк Джун Фаном. Топовые корейцы. Партия Хай Тай Капа. Первая в серии до двух побед. Шин играет белыми, парк черными. Сразу приступим. Без лишних болтовни, как я люблю. Решил сразу Шин играть поактивнее, решил не отвечать снизу-слева. Но на самом-то деле зря он это не сделал. Сразу получил нехорошую позицию. Дальше парк прилип, ударил в плечо, наткнулся в Q3. Белый поднимается и черный играет Кейму. После этого, мне кажется, совершил Шин большую ошибку. И, скорее всего, он, как и я, недооценил возможность парка проценучить. То есть, по-хорошему, наверное, надо подыграть либо в А, чтобы позаботиться об этой двушке, потому что уж больно, она слабая. Либо хотелось бы сыграть в В или С с похожей логикой. Потому что, если белый успевает занять прямую С, то вторжение на нижнюю сторону становится каким-то менее перспективным. Сразу камень зажимается, и как можно бороться. Вот разница тут весьма очевидна. При этом еще и камень С5 о себе не до конца позаботился. А поэтому, наверное, что-то в таком ключе. Либо сразу вот сюда. Ну, как-то так. Тут, видно, недооценил. И я, на самом деле, тоже был поражен. Писал об этом в группе, соответственно. И сам рассказывал эти идеи. То, что не верится, что на такой ход можно сыграть тенки. Вот, соответственно, первый инстинкт, это, конечно, соединиться. Все же это две формы, две разрозненные группы у черного. И, соответственно, хочется не дать себя порезать. Сохранить какое-то соединение. Тем самым, может быть, силу какую-то получать. Вот, поэтому либо А по форме, либо Б по структуре треугольника. У нас тут точно нет разрезания. Вот. Но было сыграно в С. Вот. На самом деле, воспользовался услугами Лилы. На Гайпс уже. Ну, поглядываю в свои партии. И не только в свои. С ее помощью на предмет поиска ошибок. Ну, даже не ошибок, а... Что еще можно в данной ситуации интересного найти? Вот. Как ни странно, Лила тоже не играет ни в А, ни в Б. Она тоже прилагает именно М4, ход С. Вот. И, на самом деле, это, как раз, вот такое. Что-то такое машинное получается. Потому что люди как-то склонны защищать свои камни. Склонны соединяться. Поэтому мне, вот, как человеку, хочется и в А и Б сыграть. То есть, такой, немножечко, может быть, машинальный ход. Вот. Но все же, опять же, всегда хочется сыграть за собой соединение. Не хочется давать себя порезать, не хочется встревать. Поэтому, вот, как человек, в данном случае, ну, такой любитель, скажем так, сыграл бы на соединение. Вот. Профессионал сыграл как машина. Сыграл хладнокровно. По сути, не привязывается к своим камням. Это, кстати, большая ошибка у всех начинающих. Привязываться к своим камням. Но, как оказалось, я тоже, оказывается, начинающий. Потому что о камнях слева уже хочу позаботиться. Вот. Тем не менее, было сыграно в А и Б4. Ход удивительный для меня все еще. Я хоть и начал понимать его логику. Ну, в итоге понял. Вот. Но все еще так хочется соединиться снизу слева. Ну, понятное дело, если сейчас белый сыграет здесь, то, конечно, такой размин будет сильно в пользу черного. Потому что камни черного слева еще не мертвы. Камни снизу не особо, как бы, перспективные. Совершенно неинтересно тащить. Вот камни белого снизу справа. Они, во-первых, большие, во-вторых, почти мертвые. Все очень тяжело что-либо с ними сделать. Там, единственное, Адзе осталось. Это какой-то М2. Ну, и то такое. Йоса Адзе, назовем это так. Ну, естественно, должен тут тащить эти камни, чтобы, во-первых, резлить черного, во-вторых, просто не дать ему кучу очков. Но все это тащение, назовем вот это так, ничем хорошим для белых не заканчивается. Бьет, гадко бьет тут парк по форме. Вот если защититься так, то еще будет такой обмен. Потом еще вот так вот можно будет порезать. В общем, форма очень слабая, очень дурацкая. Поэтому приходит сделать такой странный ход. Вот. Ну, а теперь этот ход является сэнто, вот эта косуми в А. Иначе черный ходит в Б, и образуется мя, и два разрезания в Ц, либо в Д. Поэтому и сейчас белый должен тут форму завершать. Вот. Но вся эта форма выглядит, мягко говоря, коряво. По итогу она будет долго бегать, как бы спойлер такой. Она будет там выживать в мучения буквально с двумя очками, там с тремя. Вот. Уже видны дивиденды черного от атаки этой группы. То есть черный укрепляется снизу, укрепляется в центре. Вот эти камни даже становятся как бы частью такого небольшого мешка, который так вот визуально чуть-чуть начинает образовываться. При этом группа белых все еще слабая, а очки с правого угла уже отданы. Вот. Ну, продолжая черный добирать, вот понимает шин, что тащиться дальше смысла не имеет. Ну, потому что если еще сейчас прыгать, ну, там прям можно вкриниться, нужно тут защищаться. Вот. Ну, и снизу черная уже такая солидная территория, порядка 30, наверное, очков, и отнимать ее становится очень-очень тяжело. Вот. 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 И сейчас на территорию белого снизу слева уменьшается. Поэтому должен тут, конечно, он впрыгивать. Вот. Но, как видно, группа белых снизу справа все еще слабая. Опять же, на дзоке угрожает разрезание в А. Вот. При этом бьет по форме. И обратите внимание, что, естественно, камни Б, С, Т образуют форму голова собаки или просто собаки. Естественно, лучший ход оппонента — это наш лучший ход. Естественно, хорошая форма оппонента — это наша хорошая форма. В плане, что надо ходить туда, куда сходил слабонент, чтобы не дать ему форму построить. Поэтому, опять же, вынужден делать такие внутренние ходы. И, как известно, внутренние ходы в обмен на внешние ходы — это всегда минус тому, кто играет именно с внутренней стороны. То есть камень Б очков не приносит, силы не приносит. А камень А — это камень на влияние. Камень, который помогает строить очки. И, естественно, в данном случае, влияние, которое потом так иначе, наверное, можно будет конвертировать в территорию. Парк продолжает, имея уже позицию более-менее крепкую снизу в центре, решает, что пора играть на влияние. То есть на удары в плечо. И получает мощенькую форму на верхнюю сторону, на центр. По итогу должен тот шин что-то уже придумывать. Потому что, если пристрелять, очков-то у него особо и нет. Сверху слева — ну, очков 15. Снизу слева — ну, тоже очков 15. Это не очки. Камень. То есть 40 очков у белого на себе ски. Черный только снизу, там, справа 15. Вот, естественно, 25 очков черным нужны победы. При том, что гигантская верхняя сторона на гигантский центр. Сдача выглядит очень простой. На самом деле, когда стрел эту партию первый раз, у меня было ощущение, что все уже закончено. Прямо сейчас. Вот, ну, соответственно, шин порезал. Ну, пытается придумать хоть что-то. Вот, ну, сдача черного поднабрать немножечко себе очков на атаке. А видно, что атака совершенно комфортная, потому что и А, и Б слабые. Поэтому парк тут, в принципе, волен делать все, что захочет. Вот, мне кажется, что на самом деле он как-то играл странновато. Даже непонятно где, но как конечный результат получилось не так хорошо за парк, как должно было получиться. Потому что по итогу камни А, Б, очень слабые, которые являются разрезающими. От центра у черного ничего не остается. Группы его слабнут. Группы Е, Ф. Группа Е, Ф. Он черный получил только очистки сверху. Вот, так что, возможно, тут был смысл где-то забить даже на камень слева, может быть. Согреть, например, УВА. Либо потом не играть с такой уход, не играть агрессивно на разрезание. Вот, а просто сейчас прыгнуть сразу. Ну, в общем, просто не тратить ходу Б. Не потратить его на защиту своих форм. Возможно, ходу Б был слишком агрессивный. И как-то, может быть, его стоило сэкономить. Вот, по итогу имеем то, что черный, конечно, стабилизируется. Но очков снизу и слева он не набрал. Еще и об этих камнях должен заботиться, потому что отдавать их совсем не хочется. Вот, если черный сюда бы не сходил, то белый в большом масштабе либо захватывал, либо так, либо кеймит, к примеру. И внезапно у белого, там, где у него были слабые группы, внезапно образовывается порядка 15-20 очков территории. Это слишком много. А поэтому приходится жертвовать очками сверху. Вот, забирать, скажем так, небольшой огрызок в виде камней слева. Вот, но и белый продолжает этот огрызок жертвовать, вынужден черный этот огрызок добирать, а белый, там, где были очки черного придолгу, сам получил очки. И при всем при этом камни черных тут все еще очень слабые. Вот поэтому такое вот кратенькое резюме, то, что черный тут явно сыграл не лучшим образом. То есть ему нужно было упрощать позицию, потому что, мне кажется, уже название было весьма и весьма перспективной. Вот, ну, в камнях он, конечно, заботится, но по темпам игры, по очкам, мне кажется, черный начал немножечко не сказать, что прямо наступать, вот, но стало все не так гладко, как было. Вот, единственное, что радует, это то, что белый все еще не живой до конца снизу справа, о чем я говорил чуточку ранее. Вот, и это является таким маной небесной, спасительным лучиком. Ну, черный, естественно, на атаке добирает столь необходимые очки. Красивый пустой треугольник. Вот, естественно, защищает от каких-либо прилипаний сюда. Видно, что тут уже даму-зумарин наклевывается. Вот, но в целом, конечно, забавная форма в данном случае. Здесь уж и хочется защититься. В общем, не таким пустым треугольником. Или там, хотя бы таким. В общем, непонятен выбор такого пустого треугольника. Такая микроразница, видимо. Ну, по итогу, выживает белый. Вот, но черный, в принципе, какое-то количество очков добрал на этом деле. Сверху справа там немножечко удержал. Слева успел сыграть. Снизу успел М2. Тоже ход немножечко к территории прибавляет. Вот, все, черный немножко белого душит. Должен тут белый реагировать. Естественно, понятное дело, что Q2 по очкам намного больше, чем S10. Вот, ну и икра перешла в стадию Yios. Главное сейчас черному не облажаться. В принципе, мизерный запас у него по очкам наблюдается. Началась такая ко-борьба. По сути, не особо значимая, потому что очень много ко-угроз у черного. То есть, какая-то пятиэтапная ко-борьба. Вот, безусловно, разумеется, ее белый сдать. Ну вот, но по очкам-то все еще все плохо. Вот, пытается в Шин хоть что-то придумать. Но степени не хватает. Вот, и как видно, группа черного здесь не режется ввиду двойной куборьбы A и B. Вот, и поэтому в Шин должен был признать поражение, потому что ему до этого не хватало очков. Вот, а сейчас он потерял много очков, играли здесь. В совместности с черным успел в G, к примеру, сходить. Вот, ход G стоит очень много. То есть элементарно это пропихивание в ваш, которое полностью вносит угол белым. Вот, при всем при этом белый только очки терял на попытке сделать хоть что-то. Черный только получал. Поэтому, если до этого там было очков, очка 3 преимущества у парка, то сейчас ставят все 10 очков. Вот, ну и вынужден этого в Блушинце сдаться, наверное, даже больше, чем 10. Вот, но тем не менее начало было очень увлекательным. Парк, конечно, показал гибкость ума, недоступную людям.